Всем привет, друзья! А тем временем, пару дней назад, нас стало больше 50 тысяч! У нас тут своеобразный юбилей! Плюс ко всему еще и годовщина! Ровно год назад я стал вести свой блог именно в том виде, в котором я его веду сейчас. И знаете, в какой-то момент я уже думал, что все, мой канал не выберется из ямы. Это было как раз таки год назад, когда мне пришлось удалить все свои ролики. Когда я их удалил, от меня начали массово отписываться люди. Мои последующие видео набирали по 200 просмотров, в лучшем случае 500. Алгоритмы ютуба категорически отказывались рекомендовать мой канал новым зрителям. Но благодаря вашей активности, благодаря тому, что вы ставите лайки, комментируете, репостите, подписываетесь, канал начал расти. И за это, друзья, я хочу сказать вам спасибо. Ну и конечно же хочу сказать спасибо за то, что вы донатите. Потому что невероятно приятно видеть, когда то, что ты делаешь, люди поддерживают даже материально. Ну знаете, спасибо, друзья. Ну а теперь к теме ролика. Вчера состоялось заседание ЦИК по делу Любови Соболь. Она со своими сторонниками уже на протяжении практически месяца пытается протащить свою кандидатуру в Мосгордуму. Они уже использовали все, наверное, механизмы. Выводили людей на улицу, шантажировали. Ну естественно, это никакого реального эффекта не дает. Потому что вот тебе новость, Соболь, ты живешь в правовом государстве, а не, я не знаю, на Украине, например. А вот что может дать реальный эффект, так это как раз-таки заседание ЦИК, на котором ей надо было приложить все свои усилия, чтобы доказать свою правоту, если она действительно права. Но вместо этого они на этом заседании устроили какую-то клоунаду. Начал ее гиперактивный представитель. Добрый вечер уже. Вообще, конечно, довольно странно, находясь на заседании высшего государственного органа, который отвечает за законность и справедливость всех выборов в Российской Федерации, слышать, что единственная претензия к Московской городской избирательной комиссии, это то, что они недодушили всех котят и должны продолжить этим заниматься дальше. Ну перестаньте, ну давайте без лозунгов, давайте конкретно. Нет, а давайте вы не будете меня прерывать и в рамках регламента дадите выступить. Если вы будете говорить по делу, не буду. Говорит, в рамках регламента дадите выступить. Этот чувак на протяжении всего заседания будет нарушать тот самый регламент. Не то, что мы сильно уверены, что наши юридические аргументы возымеют какое-то действие на тех, кто руководствуется политическими мотивами, у нас нет. Но тем не менее, мы готовы продемонстрировать. Но тем не менее. Так если вы уверены, что ваши юридические аргументы не повлияют на решение политизированной ЦИК, то чего вы тогда приперлись сюда вопрос? Он очень долго сидел, вертел жопой на этом кресле, размахивал руками, кого-то благодарил. А я бы вообще единственное, кого хотел поблагодарить сегодня за все заседание, это уважаемых коллег. Я уверен, что коллеги оценят то, что ты их благодаришь, но вы сюда пришли зачем? Затем, чтобы отстаивать свою правоту. И вот из его 15-минутной пламенной речи, там по делу было сказано, наверное, минуты на три, если даже не меньше. С форма справки МВД не соответствует требованиям, предъявляемым соглашением избирательной комиссии и Министерства внутренних дел. И вот как только начинает казаться, что он переходит к сути своих претензий, его начинает опять нести в сторону. МВД, извиняюсь, выполняет техническую функцию. И как мы знаем, все технические функции, кроме избиения дубинками, МВД выполняет плохо. И вот примерно на этом моменте, даже может немножко раньше, становится понятно, что они пришли в ЦИК не для того, чтобы отстаивать свою правоту, а для того, чтобы играть на публику. Но все это, конечно, мелочи и ерунда по сравнению с тем, что все, что мы здесь проводим, и все, что мы здесь делаем, и все те аргументы, которые мы приводим, это попытка юридически закамуфлировать неготовность центральной избирательной комиссии защищать избирательные права. Идите на митинг тогда. Что вы тут делаете, если, по вашему мнению, ЦИК не готова защищать избирательные права? Какого хрена вы тут сидите? Какого хрена ты сидишь и 15 минут распинаешься? Вы нас уже настолько обличили во всех смертных грехах. Последняя фраза... Мертвые сраму не имут. Послушайте меня. Послушайте. Я как раз писала вот вашу фразу о том, что неготовность центральной избирательной комиссии защищать права избирателей, вы вынесли уже вердикт Тарквимады по отношению к нам. Есть ли дальнейшая необходимость обсуждать эту ситуацию? Или уже для вас все решено? Это вы решаете? Да, совершенно верно. Памфилова очень деликатно ему отвечает. Ну, по сути, какого черта вы тут сидите? Валите тогда отсюда, если для вас уже все решено. Мы изложили свои аргументы. Если вы сюда пришли уже с таким вердиктом, зачем вы пришли с этим вердиктом? Если вы считаете, что центральная избирательная комиссия все равно никакого толку от этого заседания нет. Все очень просто. Это обычная голимая показуха. Причем он даже этого не скрывает. Я отвечу, ответ на ваш вопрос очевиден. Потому что мы должны показать всем, кто интересуется выборами в Московскую городскую думу, а ими интересуется очень много сейчас кто. Насколько беззаконно и противоправно действуют избирательные комиссии и насколько невозможно никакими аргументами, юридически корректными, добиться справедливого решения. Ну а показали вы обратное. Вы показали то, что ЦИК крайне лояльно относится к оппозиционным кандидатам. Ну а себя вы выставили идиотами. Впрочем, как обычно. Я бы хотела только, прежде чем у нас все-таки, как у нас по регламенту положено, ответит все-таки Рео Дмитрий Алексеевич за Мосгор избирком, хотела только маленькое замечание сказать. У вас были претензии к тому, что вам не дали ознакомиться с подписью других кандидатов. Да, вот вы сказали. Я бы хотела просто уточнить. Я бы предложил не уходить от существа. Не уходить от существа? В твоей 15-минутной речи по существу было сказано 2-3 предложения. А теперь ты предлагаешь не уходить от существа. Да вся твоя речь состояла из лозунгов, а не из существа. А именно от жалобы нашей и наших подписей. Вы зачем-то в своей речи это произнесли, поэтому дайте мне возможность, я вас не перебивала, ответить. Так вот, насколько я знаю, если ошибаюсь, меня поправят. У вас такая возможность была? Нет, не было. Вы ошибаетесь. Послушайте меня. По закону и по положению положено знакомиться. Есть возможность в качестве наблюдателей быть присутствовать при проверке подписи другого кандидата, но только в том случае, если ваш кандидат уже сдал к этому времени подписи. И как только аргументы представителя Соболь начали сыпаться, за дело взялась сама Соболь, видимо, думая, что сейчас разрулит ситуацию. Я хотела тоже кратко выступить. Я, конечно, поддерживаю все аргументы, доводы, которые были поданы письменно. А можно прекратить гул, пожалуйста? Тяжело говорить. Чуть-то, пожалуйста, потише, да, пожалуйста, а то плохо слышно. Все аргументы, которые были поданы нами, и в нашей встрече, когда была общая встреча с независимыми кандидатами здесь, в этом же зале, я подавала письменно эти документы, и мне обещали их провести через канцелярию. То есть у вас документы, которые позволяли меня совершенно на законных основаниях восстановить, были уже очень давно. Вы могли принять это решение, конечно, при наличии желания достаточно давно. Не сейчас. Не сейчас. То есть она уже полна уверенности, что сейчас ЦИК ее восстановит. Интересно, а что должно было повлиять на решение ЦИК? Ее голодовка или митинги, или шантаж, или угрозы, или доводы ее придурочного представителя? Я даже не знаю. Я поддерживаю все письменные аргументы, которые мы подавали сюда при официальной жалобе в Центральный избирком на решение Московского городского избиркома. Я поддерживаю все устные доводы, которые были проведены сейчас Александру Помазуеву. На самом деле было бы странно, если бы ты их не поддерживала. Ну, то есть она подает жалобу, потом такая говорит, ну да, я поддерживаю свою жалобу. А также я поддерживаю выступление своего представителя. Опять же, можно прекратить, пожалуйста? Ну, это просто неуважение. Коллеги, пожалуйста, потише, я прошу, простише. Выступает у нас заявитель, все внимательно слушают. Пожалуйста, Любовь Эдуардовна. Я на самом деле не знаю, что еще сказать. Ну, а что ты это слово просила, если тебе вообще нечего сказать? Я поддерживаю выступление нашего представителя, я поддерживаю наше заявление. Ну, мне больше нечего сказать. А что слово просила-то? Ну, ладно. Собственно, Соболь, по сути, больше ничего и не сказала. И что мы получили в ответ? Мы получили оглумление от Валентины Горбуновой над моей голодовкой. Конечно же, надо пожаловаться, что кто-то там глумится над ее голодовкой. Только вот какое это отношение имеет к обсуждаемому вопросу? Да никакого. Просто тут стоят камеры. И поэтому Соболь надо покорчить из себя жертву. Вызвать жалость. Вот смотрите, какая бедная несчастная. Потом она почему-то доколупалась до Эллы Памфиловой. Мол, та не пришла к ней на ковер, видите ли. Я уверена, что у вас была какая-то... А я вам обещала прийти. Я была уверена, Элла Александровна, что у вас есть какая-то очень важная и очень уважаемая причина, почему вы не смогли за 12 часов прийти. Я уверена, что она есть. Давайте не будем ее обсуждать. Не перебивайте меня. Не перебивайте меня. Дайте мне договорить. И Соболь настолько оборзела, что когда Элла Памфилова сказала, что она не девочка на побегушках, Соболь начал ее упрекать в том, что она, мол, как девочка на побегушках, бегала в какую-то газету. Давайте вот на побегушках вы будете бегать дальше в российскую газету или куда вы там бегаете? Я вообще никуда не бегаю. И рассказывать, что Навальный это кем-то уважаемый человек. Соболь продолжала хамить, говорить ни о чем, говорить какими-то речевками. Видимо, перепутала митинг и заседание. Но, тем не менее, ее внимательно выслушали, как и ее представителя. И вот слово взяла Элла Памфилова. Кто бы сомневался. Можно, да, отвечать? Я хотела бы вам вопрос задать. Когда еще вы начали протестовать, когда еще не было ни одного отказа? Когда вы обратились ко мне, я вас приняла еще, когда полномочий Центральной избирательной комиссии не было. Вы протестовали, более того же, заведомо, требуя, шантажируя буквально нас, чтобы вас зарегистрировали. Вот эту группу, которую вы назначили, группу 19, которые позиционируют себя как независимые кандидаты, без проверок, оптом. Только потому, что уже какие-то подписи вы собрали, какие-то документы есть. И это уже право для того, чтобы, попирая закон, вас обязаны были все зарегистрировать. И вы сразу сказали, будем митинговать до тех пор, пока мы этого не добьемся. Хотя еще не было ни одного отказа. Как вы думаете, я уже про нас все понятно, понятно, кто мы такие, вы уже все рассказали, и про наши позиции, и про наши, тут уже даже слов, ну, мы даже бессмысленно оправдываться, и мы считаем это ниже своего достоинства. Но вот вы, вы люди, которые себя позиционируете как люди либеральной, демократической направленности. Вы ориентируетесь на Европу, вы апеллируете к европейским средствам массовой информации, рассказывая, то есть на то, что вы отстаиваете демократию. А можно конкретный вопрос? Я задаю вопрос. И при этом, я долго слушала. Мы апеллируем к российскому обществу, мы апеллируем к москвичам, чтобы они видели все это беззаконие. Все процедуры демократические, вы плюете на них, вы считаете, что вы группа привилегрованных представителей. Да когда бы мы на них плюнули, если их нет, Александр. Которые требуют для себя привилегированных прав, и все должны ставить и Москву буквально попасть шантажом и митингами. Еще, когда ни разу не было ни одного отказа в ваш адрес. Вы пренебрегли, и вы не знаете процедуру. Вы повторяете, я услышала ваш вопрос. Судя по тому, что вы сказали, вы больная невежая. Я удивляюсь, что вы закончили с красным дипломом. Вы сказали документы, которые приняли в канцелярию. Вы о чем вас спросили? Мы вас спросили о том, что давайте для того, чтобы вы могли изучить ваши документы, дайте нам предварительно. Никакого официального права у вас еще туда обращаться к нам не было. Это была наша добрая воля. И мои представители ходили туда, чтобы собрать больше массив материалов, и для того, чтобы помочь вам в нужный момент отстаивать свои права. Я не буду больше на эту тему говорить, поскольку это бесполезно, но как вы, люди, которые позиционируете себя как демократы, плюете на все демократические процедуры? Каким образом вы, как люди, будущие потенциальные законодатели, нет, теперь вы меня послушайте, как вы потенциальные законодатели, вы пренебрегаете и не знаете элементарных основ избирательного законодательства. И вводите в заблуждение массу людей, которые вам доверяют, вместо того, чтобы говорить правду. Да, это именно то, о чем я говорю и показываю уже целый год. Это кучка невежественных баранов, которые пытаются постоянно обманывать людей. Ну, слушайте, Элла Памфилова, вам респект. Вы сказали, что вы многократно всем доказали все. Давайте я вам тогда задаю конкретный вопрос теперь. Нет, давайте мы последовательно будем отвечать. Вы здесь метидровали полчаса. Теперь позвольте мне задать вопросы. Нет, давайте вы задаете вопросы, дайте на них ответить. Мне вот интересно, где его Соболь нашла, на какой помойке. У него постоянно какая-то истерика, постоянно перебивает, кричит, несет херню. Его в какой-то момент чуть не выгнали даже, потому что он реально не давал сказать ни слова. А можете вы не комментировать и не перебивать? Вам никто не давал слова как председателем. Ровно сейчас вы это делаете, вы перебиваете председателя. Если вы помолчите, то никто перебивает Еллу Александровну не будет. Вы помолчите, вы не на Митин, не на Болотном. Николай Иванович, это бесполезно, это уровень воспитания, вы же все понятно. Тогда я буду наставить на том, чтобы его вывели из зала. Он нарушает все регламентные нормы, которые есть в Центральной Удрательной Комиссии. Человек работает на публику и на СМИ, понятно, поэтому дадим ему такой возможный, потому что это его звездный час. Ну и в конце им закономерно отказали, потому что ни одного весомого аргумента они не предоставили. На протяжении почти двух часов они перебивали, кричали, бились в истерике. Но, пожалуйста, вот вам результат. Все, раз вы не даете выступить людям, мы просто проголосуем. Все, кто против, кто воздержался, принято единогласно, вам отказано, вы свои возможности, шансы не использовали. Вы не выступили здесь с аргументами, вы устроились безобразные. Вы их милиционеры, вы действительно говорили, и больше ничего. Я делаю вывод, что вы просто, зная, насколько у вас все не важно, просто были заинтересованы, решили, что до конкретной проверки и предметного обсуждения дело не дошло. Вот это очевидный вывод, который напрашивается, исходя из того, что вы здесь наблюдали. Спасибо всем за внимание. Соболь там еще достаточно долго сидела и распиналась, забыв про то, что месяц уже голодает. Сразу энергии прибавилось, что ты, что ты. Фанаты Навального, конечно же, в восторге от выступления своих кумиров. Ну, а я просто очередной раз убедился, что это не оппозиция, это просто голимые клоуны. Ну, а что думаете вы, пишите в комментариях. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok